Это первенство по самбо стало вторым в истории альфа-единоборств. Как и год назад, мероприятие было внутриклубным. Несмотря на это, число участников впечатляло. На победу в различных весовых и возрастных категориях претендовало в общей сложности более 250 атлетов. Детей очень много пришло в этом году, особенно на самбо. Я думаю, что не все дойдут до конца, но многие как бы останутся в этом виде спорта. Тем более уже пошли результаты у нас. Недавно сборная Одинцова, как именно сборная города Одинцова, заняла на всероссийском турнире третье командное место. Это как бы очень довольно весомый и серьезный результат. Участие в кубке принимали ребята в возрасте от 4 до 16 лет. Для многих из них турнир стал первым опытом участия в настоящих соревнованиях. У самых юных, начинающих самбистов, техника приемов еще не отработана. Однако их поединки не менее увлекательны, чем схватки в старших возрастных категориях. Дети, это всегда эмоционально, много слез, много радости. Ну вот так приходят поединки в интересной такой соревновательной форме. Это пока начальный этап. Ребят хороших, талантливых много на самом деле. Ребята постарше владеют уже достаточно разнообразным набором приемов, которые делают их поединки особенно зрелищными. Знаю множество бросков, такие как спину с колен, спину со стойки, бедро, мельницу и так далее. Пищачку, бросок через себя. Это в принципе мои коронные броски. Высокий уровень тренерской работы позволяет проводить качественную селекционную работу. Это хорошо сказывается на результатах, которые воспитанники клуба показывают на соревнованиях разного уровня. Через несколько лет сборная района имеет все шансы стать в регионе лидером. Для первого раза у нас в основном новенькие дети, вот только что отборолись. У нас отличные показатели. Воля к победе, спортивный боевой дух. Лично я как тренер смотрю только в первую очередь сейчас на это. Остальному мы всему научим и самбо и дзюдо. Этот турнир можно считать своеобразной репетицией. Уже в следующем году организаторы рассчитывают внести его в районный план-календарь, сделав кубок ежегодным и открытым для всех спортсменов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.